МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гостя нашей сегодняшней программы пробует себя в самых различных сферах деятельности. Она активно участвует в творческих конкурсах и фестивалях, пробует свои силы в журналистике и серьезно занимается вокалом. Асмира Хабчаева – педагог по образованию и певица по призванию. И сегодня она гостья нашей студии. С ней встретилась моя соведущая Белла Джезаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Асмира. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и приехала сегодня к нам в гости. Асмирочка, я знаю, что ты закончила музыкальную школу. Но не каждый, кто заканчивает музыкальную школу, делает это увлечением своей жизни. Ты занимаешься вокалом, серьезно занимаешься вокалом. Расскажи, вот как началось это увлечение. Доброе утро, Белла. Вам спасибо прежде всего за приглашение. Да, все верно. Начала я заниматься музыкальной карьерой, скажем так, довольно-таки с раннего возраста. То есть тогда я занималась этим второстепенно. Всегда считала, что это будет непосредственно служить для меня хобби. Но потом в процессе, скажем так, занятий я углубилась в вокальное искусство. Втянулась. Втянулась, да. И начала активно, скажем так, именно в своей возрастной категории гастролировать. То есть я максимально всячески пыталась участвовать в различных фестивалях, на конкурсах. Старалась представлять непосредственно как наш народ, так и наш район малокарачайский. И также был фестиваль, где я представляла Карачаево-Черкесию. Это было на международном уровне. Что касается твоей певческой карьеры, ты не только исполнитель. Насколько я знаю, ты сейчас работаешь на телевидении корреспондентом. Но по образованию ты педагог иностранных языков. Ты еще в сферах деятельности не определилась? Вы знаете, учитывая то, что я также работаю чуть-чуть в сфере политической деятельности, мне кажется, у меня, знаете, с детства принцип такой. Одно другому не мешает. Пытаюсь как бы охватывать все сферы и при этом акцент весь делать уже на эстраде. То есть на пении, на авторстве, на гастрольных, агитационных турах, скажем так. А ты сама сочиняешь? Пробовала? Сказать, что я являюсь мега-автором, я не могу. Но есть свои, конечно, разумеется, композиции. Что сегодня для наших утренних зрителей исполнишь? Ну, сегодня я, наверное, исполню самую актуальную тему. Охвачу весь Кавказ. Но при этом одну пометочку сделаю, что песня не является авторской. Она просто народная. Пожалуйста. Кавказская земля, в тебе все гармонично, Где горы, башни, лес, благоуханье, Где ратники впадают в реки мелодично, И вся природа изумрудная. Песня моя, песня моя, ты повсюду лети. Песня моя, песня моя, песня моя, Миру все расскажи, Как дружно живет гордый Кавказ, Самый любимый райский Кавказ. Как дружно живет гордый Кавказ, Об этом слагали песни не раз. Спасибо тебе большое, я желаю тебе удачи. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11.45 с ведущим Ашимизом Пхешковым. Хорошего дня, до завтра. В День знаний я желаю вам учиться, не лениться. Ведь знаний, ваш багаж, вам в жизни пригодится. У меня сегодня праздник, я сегодня первокразник. В школу в первый раз иду, ранец на спине несу. Сегодня праздник удивительный, он не простой, А заключительный, для всех, кто в школу собирается, Вечелый праздник начинается. Ранец, прописи, тетрадки, все давным-давно в порядке. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс. У меня букварь в портфеле, и тетрадки, и дневник. Я теперь на самом деле первоклассный ученик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова